СПАРТАНЦЕЙ Пусть их немного, но это так. Государственному устройству Спарты не было равных. Пока афинине часами пустословили, жаловались и спорили, цари Спарты принимали решение быстро и уверенно. Дела здесь предпочитали словам. Приходи снова, когда все увидишь, мы поговорим еще. Прощай. Государственное устройство Спарты было уникальным. Прежде всего следует сказать, что Спарты правили два царя. Они принадлежали двум разным династиям. Эврипантидов и Агиадов. Причем и те, и другие вели свой род от Геракла. Оба царя обладали одинаковой властью, а разногласия между ними разрешали особые судьи, эфоры. Однако более опытный и харизматичный из царей мог влиять на решение второго правителя. Круг обязанностей царей Спарты был довольно широк. Избираемые пожизненно, они были жрецами и стратегами. И в сферу их ответственности входило все, от политики до правосудия. Изначально оба царя командовали армией во времена войн. Однако с 507 года до нашей эры, лишь один из них возглавлял войско в походах. На поле боя царя сопровождал отряд из 300 самых лучших воинов. Но жизнь царей состояла не только из воин и трудов. Разумеется, у них были привилегии. Цари Спарты жили за счет города. Им принадлежали поместья в соседних городах. Также им полагалась значительная часть военной добычи. После смерти им полагались особые почести. И население оплакивало их в течение 10 дней. Царям Спарты воздавали особые религиозные почести. Именно они приносили жертвы и в мирное время, и в походах. Во время общих трапез цари получали двойную долю мяса. И им первым подносили вино. Они же совершали публичные жертвоприношения. Что напоминало об их божественном происхождении от Геракла и Зевса. Пятерых эфоров, или наблюдателей, назначало народное собрание. Их выбирали из числа граждан Спарты старше 30, сроком на один год. Эта служба была однократной. Эфоры играли важную роль в управлении городом и считались главным инструментом демократии в политической системе Спарты. Они обладали судебной властью, а также решали выступят ли в поход армии. Эфоры вели переговоры с послами других государств. В их же ведении находилась и спартанская система воспитания, Агага. Хотя власть царей была выше, влияние эфоров на дела Спарты было огромным. Совет старейшин Спарты назывался Герусией. В нее входили оба царя и 28 немолодых мужчин, геронтов. Это были граждане старше 60, возрастного предела воинской службы. Их избирало народное собрание, пожизненно. Герусия, как и буле в Афинах, ведала законами и финансами государства. Геронты предлагали на рассмотрение в собрании законы и постановления, и обладали правом вета. Затем, чтобы геронты не злоупотребляли правом вета, следили эфоры, поддерживая таким образом политическую систему в равновесии. Это делало государственное устройство Спарты более справедливым. Народное собрание, или Апелла, состояло из граждан Спарты старше 30 лет. Точное место, где собиралась Апелла, неизвестно. Возглавлял народное собрание один из эфоров, эфор Эпаним. Власть Апеллы была ограничена, так как любое ее решение могла отклонить Герусия. Но благодаря эфорам, Апелла все же играла важную роль в обществе Спарты. Здесь обсуждались союзы с другими городами, войны, мирные переговоры и другие вопросы. Здесь также выбирали эфоров и геронтов, давали гражданские права чужеземцам или лишали их жителей Спарты. Но если об афинском собрании сохранилось множество источников, то о том, как принимались решения Апеллой, нам известно мало. Я вижу, ты снова здесь. Надеюсь, теперь тебе ясны тонкости государственного устройства Спарты. Управление Спартой было необычным, но хорошо отвечало нашим задачам. Что будем делать? Правда? Рад это слышать. Начнем. Назови народное собрание Спарты. Это так. Собрание Спарты называлось Апелла. Второй вопрос. Сколько было членов в Герусии? Нет. Хотя у нас в Спарте любят это число. Выбери другой ответ. Нет, еще раз. В Совете Старейшин было 28 избранных геронтов, но Герусия состояла не только из них. Подумай. Да, Герусия состояла из 28 геронтов и двух царей Спарты. Последний вопрос. Как называлась система воспитания Спартой? Верно. Наша суровая система воспитания называлась Агога, а следили за ней Эфоры. Да, ты много знаешь. Весьма много. Как скажешь. Следуй за мной. Добро пожаловать на Пникс, странница. Самое сердце афинской демократии. Битвы умов редко бывают кровавыми, но это не мешает им быть зрелищными. От исходов этих сражений зависит будущее города. Пникс был местом народного собрания Афин, материальным воплощением подлинной демократии в действии. Здесь ты узнаешь, как афиняне принимали решения и управляли городом. Мы поговорим еще, когда ты вернешься. Я буду ждать тебя. Народное собрание Афин называлось Экклесия. Граждане встречались на Пниксе 40 раз в год, чтобы обсудить насущные вопросы. Обычно это занимало несколько часов. Само греческое слово «пникс» примерно означает «давка». Название, скорее всего, обусловлено тем, что во время экклесии на холме яблоку негде было упасть, и людям приходилось стоять буквально плечом к плечу. Принимать участие в демократическом процессе могли все граждане мужского пола. Мужчины старше 20 лет могли голосовать и выступать на собрании, а старше 30 занимать пост магистрата. В классическую эпоху в Афинах насчитывалось примерно 30 тысяч граждан. Для принятия закона должны были присутствовать не менее 6 тысяч. Граждане со всех 10 областей Атики, Фил, стекались на собрании экклесии. На них председательствовал исполнительный совет «Притания». Встречи начинали с принесения жертвы Зевсу Агарайесу, покровителю собрания. Во время собрания граждане выступали с трибуны «Пникса» с речью о насущных проблемах города. Затем собрание голосовало по этому вопросу поднятием рук. Экклесия принимала решения по таким вопросам, как импорт зерна, расходы и объявление войны. Хотя экклесия и не принимала закона напрямую, она назначала законодателей, а потому играла важную роль в афинской государственности. Обычным гражданам хватало участия в собраниях экклесии. Но были и те, кто шел дальше и становился магистратом. Магистратов выбирали из граждан Афин старше 30. Они были хорошими ораторами и харизматичными политиками и обладали большей властью, чем рядовые граждане. Известный магистрат Перикл, например, пользовался такой популярностью, что занимал свой пост 15 лет. По идее, любой граждан Афин старше 20 имел право принять участие в собрании. Но многие жили далеко от города. А другим материальное положение не позволяло оставить работу. Поэтому в IV веке до н.э. для поощрения участия в собрании ввели специальное пособие – мистос экклесиастикас. Сперва пособие составляло два обола, но политик Леон повысил его до трех. В Афинах родились многие явления, ставшие основой современной культуры. Театр, архитектура и философия. Однако самым ценным вкладом стала идея демократического правительства – города, которым управляют его жители. Принять демократию как форму правления было решено в 508 году до н.э. И это определило ход западной цивилизации. Рада тебя видеть снова. Надеюсь, тебе понравилось знакомство с афинской демократией. Чем теперь ты желаешь заняться? Начнем с простого вопроса. Как ты думаешь, сколько было граждан в Афинах в мое время? Да, Афины насчитывали примерно 30 тысяч граждан, хотя население в целом было гораздо больше. А теперь второй вопрос. Кто из этих людей был прославленным магистратом Афин? Эй, ты сеневи, Молис? Да, Перикол был уважаемым магистратом, а потому сохранял этот пост целых 15 лет. Последний вопрос. Что означает слово «пникс»? Верно. Пникс обычно был переполнен во время экклесии – народного собрания. Ты знаешь о демократии ничуть не меньше самих политиков. Весьма похвально. Я с радостью провожу тебя к следующему месту. Пойдем же. Добро пожаловать в гимнасию Киносарк. Одно из мест, куда философы приходили ради ученых бесед и просвещения юных. Лучшая обстановка для обучения – тихое место вдали от городского шума и суеты. Образование играло важную роль в Греции. Самыми выдающимися учителями были философы, учившие всему от будничных ритуалов до устройства Вселенной. Когда завершишь свою прогулку, возвращайся и мы еще поговорим. А до тех пор – прощай. Греческое слово «философия» буквально означает «любовь к мудрости». Это понятие противопоставлялось филохремотии – любви к деньгам, и филотемии – любви к почестям. Со второй половины пятого века до нашей эры Афины стали греческой столицей философии. С развитием демократии людям все нужнее было образование, не сводящееся к самым простым знаниям. Афинам нужны были граждане, способные исполнять свои функции в демократическом государстве, избираться на важные должности, предлагать законы, принимать военные решения, защищать свои права. Сначала в Афинах не было школ, дающих серьезное образование. Софисты и философы учили либо дома, либо в общественных местах, скажем, в театре. В поисках серьезных учеников они также давали уроки в гимнасиях, где юноши получали физическую подготовку. Киносарк был святилищем Геракла и располагался в южном предместе Афины. В начале IV века до нашей эры Антисфен использовал это святилище, чтобы распространять новую философскую систему – кинизм. Всякий свободный гражданин Афин имел право стать участником демократического процесса. Однако, чтобы добиться реального влияния, нужно было стать безупречным оратором. Именно поэтому многие софисты преподавали логику и красноречие. Целью было помочь ученикам достичь арите – совершенства. Но это понимание совершенства часто оспаривалось, особенно другими философами. В частности, Платон, Сократ и Исократ предпочитали этический подход и доказывали, что риторику нужно применять лишь во благо. Сократ и Платон и вовсе утверждали, что философия и мудрость – это не только инструменты, но и добродетели. Философия античной Греции была мультидисциплинарной. Кроме мудрости и логики, философы занимались математикой, геометрией, теорией музыки и даже медициной. Например, софист Продик Киоски написал трактат о природе человека, где изложил представление о человеческой физиологии. Влияние философии на медицину было существенным. Ученики Гиппократа сочетали философию и врачевание в своих трудах. И в трактате о воздухах заметно влияние досократических теорий о воздухе как первой элементе. Знаменитый философ Сократ находился в сложных отношениях с софистами. В диалогах Платона Сократ всегда противопоставлен знаменитым софистам своего времени. В комедии Аристофана «Облака», впрочем, Сократ сам выведен софистам, постоянно требующим денег за свои уроки. На самом деле Сократ был беден и не зарабатывал на своих уроках. Было и еще одно отличие от софистов. Он учил всех, невзирая на происхождение, а не только детей-знати. К несчастью, его сложные идеи взгляда не были оценены в Афинах. И, наконец, Сократ был осужден за непочтительность к богам. Философия была не просто системой мыслей, но и образом жизни. Философ Пьер Адо считал, что в борьбе со страстями, сомнениями и иллюзиями его античные коллеги применяли духовные упражнения. В их число входили размышления о смерти, созерцание природы и беседы с другом или наставником. Философы воздерживались от излишеств в одежде и пище. Также они создавали сообщества наставников и учеников. Школы поддерживали эти сообщества. Платон основал свою школу в начале 4 века до нашей эры, купив участок земли с рощей в пригороде Афин. Эта школа должна была дать городу граждан-философов, которые могли бы соблюдать умеренность и управлять справедливо. В ней были свои правила, и туда принимали как мужчин, так и женщин. Я вижу по твоему челу, что ты размышляешь об открывшихся тебе знаниях. Не смущайся, даже мудрейшие должны задавать вопросы, прежде чем получат ответы. Чем теперь ты желаешь заняться? Хочешь испытать себя? Похвально. Посмотрим, уступишь ли ты великим философам. Первый вопрос совсем легкий. Что такое философия? Философия как область содержала в себе логику, но само слово буквально означает «иное». Подумай. Любовь к почестям – это филотемия. Еще раз. Для любви к деньгам есть название, но это филохрематия, а не философия. Философия. Выбери другой ответ. Верно. Философия означает «любовь к мудрости». Следующий вопрос. Какому герою было посвящено святилище Киносарк? Увы, Киносарк не был святилищем хитроумного Одиссея. Подумай. Верно. Это был могучий Геракл. Теперь последний вопрос. В какой пьесе Аристофана Сократ был выведен софистом? «Лягушки» – любопытная комедия, посвященная несмертным, но богам и героям. Однако Сократ в ее тексте не упоминается. Подумай. В комедии «Осс» и Аристофан высмеивает афинский суд, но Сократ в ней не фигурирует. Еще раз. Птицы Аристофана – чудесная пьеса, но Сократ в ней не участвует. Попробуй еще раз. Да, в комедии «Облака» прославленный философ был выведен как жадный софист. Платон даже считал, что эта сатира способствовала осуждению и казни его наставника. Прекрасно. Твоя мудрость произвела бы впечатление даже на Сократа. Я проведу тебя. Иди за мной. Приветствую. Это Аркадия. Дом овец, пастухов и гиби... навоза. Я недавно думал купить участок земли неподалеку. Увы, владелец отказался из-за совершенно необоснованных слухов о том, что я как-то сжег три дома на Косе. Можешь поверить, я в жизни своей не сжег ни одного. Правда, я как-то раз нанял кое-кого именно с этой целью. Но, уверяю, я действовал не без причины и в интересах всех участников. Аркадия славилась своими прекрасными видами. Земледельцев и пастухов покорила ее красота. И их легко понять. Мне пора идти, но мы увидимся вновь, когда ты закончишь. До скорой встречи! Зерно было основой кухни греков, смертных себя насыщающих хлебом, по выражению гара. Возделывать зерновые было непросто. Летние засухи исключали искусственное орошение. И полагаться можно было лишь на сезонные дожди. Природа строго ограничивала время сева и жатвы. На участке такого размера в год засевали лишь половину поля. А вторую не трогали, чтобы почва не истощилась. Согласно поэме Гесиода «Труды и дни», сеять зерновые следовало в начале осени, а жать – в мае. К счастью, если земледельцы не успевали это сделать, весной можно было посадить проса. Перед тем, как засеять поле, нужно было три раза его вспахать. Первый раз весной, чтобы выполоть сорняки. Второй – летом, чтобы освежить землю. Третий – зимой, чтобы засеять влажную почву. Лук тянули два быка, а семена высаживали в руках. Потом мальчик разравнивал землю мотыгой, чтобы семена не склевали птицы. После посева, для орошения поля, нужно было дождаться зимних дождей. Земледельцы молились Демеатре, покровительнице земледелия, и ее дочери Персифоне, в надежде на обильный урожай весной. Весной пшеницу жали серпом, ножом с изогнутым лезвием. Стоя спиной к ветру, жнецы срезали колосья, собирали пшеницу в снопы и шли по полю дальше. Когда весь урожай был собран в снопы, их несли в молотильню. Животноводство было важной частью сельского хозяйства. Крестьяне держали коров, ослов, овец, коз, свиней, собак, гусей и кур. Скотина обычно паслась на пастбищах, но ее могли кормить и зерном, мятыми фруктами и отходами производства оливкового масла и вина. Скот держали не только ради пищи. Навозом удобряли поля, а выпас помогал избавиться от сорняков. Аркадия была гористой местностью, где, по легенде, родился бог Пан. Так что здесь чаще разводили овец и коз, чем крупный рогатый скот. Орудия труда изготавливали вручную, обычно из дерева, иногда используя металл. Самым сложным инструментом был плуг, состоявший из нескольких частей. Включая дышло, рукоятку и лемех. Двузубой мотыгой рыхлили почву, а другими орудиями копали и выпалывали сорняки. Собрав снопы, крестьяне несли их в молотильню, где из них извлекали зерно. Быки или ослы ходили на привязи вокруг столба в центре помещения, а работники бросали снопы им под ноги. Под копытами животных зерна отделялись от колосьев. После этого зерна собирали для вывеивания. Вывеиванием зерна очищали от мекины. Сначала зерна подкидывали деревянной лопатой. Ветер сдувал легкую мекину, а тяжелые зерна падали обратно. Чтобы убрать остатки мекины, зерна кидали в деревянную корзину, ликнон, и просеивали мекину сквозь ее отверстия. Ячмень, из которого делали муку, отличался от других злаков. Семена ячменя нельзя было отделить молодьбой. Поэтому его поджаривали в особой емкости. В фрюгитроне. После прожарки ячменя, его дробили пестиком в ступе. Дробленные зерна перемалывали с помощью ручной или конической мельницы. Молоть было скучно. Так что работники часто пели во время молодьбы. Полностью перемолотый ячмень просеивали с помощью плетеной корзины под названием каскинон. Хранили зерно в темных, сухих, прохладных, замкнутых и хорошо проветриваемых помещениях. Согласно Гесиоду, зерно обычно держали в сосудах, пифосах, одним из которых на самом деле был и ящик Пандоры. Раскопки показали, что греки могли хранить зерно и в небольших сооружениях, сплетенных из ветвей. Нужно было сберечь достаточно зерна не только для еды, но и для посева на следующий год. Избыток или запасали на черный день, или продавали на рынках. Рад снова тебя видеть! Тебе не хочется есть? Столько времени глядеть на тяжкий сельский труд, я бы проголодался! В чем? Что могу быть полезен? Как скажешь, тогда быстрым. В каком месяце лучше убирать хлеб, согласно Гесиоду? Осенью предпочтительно было сеять хлеб, а не убирать хлеб. Подумай. Близко, но немного рано. Еще раз. В январе было чересчур мокро для жатвы. Попробуй еще раз. Да, весна лучшее время для сбора урожая. Похоже, весна не такое. Следующий вопрос. Чем жнецы срезали лося? Мотыгры на землю. Они срезают лося. Подумай. Пожалуй, так ведь можно и покалечить кого-нибудь ненароком. Ой-ой-ой. Попробуй еще. Нет, плугом почву готовили к севу. Еще раз. Да, серп – нож с изогнутым лезвием, которым проще всего срезать колосья. Остался один вопрос. Домом какого божества считалась Аркадия? Панакея была дочерью Асклепия. Она не связана с Аркадией. Попытайся еще раз. Зевс предпочитал вершину Олимпа всем горам Аркадии. Выбери другой ответ. Афина покровительствовала Афином. Она не жила в Аркадии. Еще раз. Верно. Говорят, что пан родился в этой гористой местности. Великолепно. Я вижу, что ты без труда отделяешь зерна от плевел. Конечно, мой друг. В таком случае следуй за мной. Субтитры сделал DimaTorzok